Первое, что очень важно, чтобы ребенок понял принцип звукоизвлечения на флейте и то, что в основе звука на флейте является дыхание. Помощником будут для нас такие вещи. Например, очень простая вещь, которая в цирке может быть. Здесь возникает сопротивление и визуально ребенок видит, что происходит, когда он дует сильно. То есть нам нужно создать струю с опорой. И непрерывную, и достаточно сильной скоростью струя должна. То есть напор. И вот если он просто дует, это будет достаточно слабо. То есть он сильно, он получит удовольствие от того, что... И вот тут же заработают правильные мышцы, потому что дуя по лестнице, ну, просто здесь не получится... Вот это вот. Второе. Да? Здесь тоже очень много удовольствия, потому что мяч сейчас нужно поймать назад. Вот. На все это уходит время, и ребенок в этот момент тренируется. Вот. Отмечу также, что вот именно эта вещь, она помогает достичь диминуэнда на опоре. То есть очень трудно обратно заставить мячик обратно приземлиться в то же место. Вот тут мы уменьшаем количество воздуха, но продолжаем держать опору, чтобы струя была непрерывной. По поводу амбушюра. Дальше начинаем работать с головкой. Это прибор называется Пневмогром. Это изобретение американцев. Катарина Блорки. Такая американка. У нее еще много есть видеоуроков в ютубе. Есть целые книги. Здесь ребенок тоже очень хорошо визуально может наблюдать, как его струя воздуха заставляет двигаться вот этот пропеллер. Дальше что происходит в дыхании? Мы тренируемся, я прошу дома делать это упражнение. Когда мы выдыхаем на опуу С. Какая опуа? С. Это как будто мы играем. Потом я говорю расслабься и пусти воздух в легкий. Заметьте, что не в живот, потому что это неэффективно. В животе нет легких соответственно и дыхание очень маленькое. В идеале мы распределяем дыхание между нижней частью, средней и вверх. И если вы более взрослый человек, то можно опять же выдохнуть. И потом начать с нижней части. И вот это и самый большой и полный вдох какой бывает. С помощью в этом тоже очень интересная вещь. Забавная, из цирка. Но здесь есть какое-то сопротивление. И когда мы вдыхаем, вдыхаемся с сопротивлением. И очень хорошо раскрываются грудные мышцы и ребра. И воздух идет именно в легкие. Не вверх и не в живот. А именно в легкие. Очень важный момент, еще, наверное, последний. Это то, что первый, наверное, можно целый год. Не нужно вообще включать язык. Вообще. То есть, например, первые упражнения Платонова все на лиге. Ну, то есть, просто, скажем, в тридцатые годы. И в девятнадцатом веке, и в тридцатый год, и в двадцатом веке люди начинали играть на третье. В пятнадцать лет, в семнадцать. Платонов двадцать шесть. Вот. И тогда у них другой менталитет. Они учились дуть осознанно. После этого они начинают учить лиги, штрихи. Уже такая идет интеллектуальная работа. У детей должно быть все более рефлекторным. И если мы будем их акцентировать на том, что ты должен начать с ту обязательную, то звук, как у меня сейчас, не будет. То есть, вот он акцентирует внимание на атаке и совершенно не акцентирует внимание на том, что мы должны непрерывно выдыхать. Вот это вот первое тоже. У нас появился вот лет десять тому назад такой инструмент под названием, да? Погодите? Под названием фаготин. Значит, это изобретение европейских мастеров. И были эксперименты, связанные с чем? Потому что инструмент транспонирующий. Значит, он уменьшен, уменьшенный в размерах. Соответственно, строй его был разный. То есть, пытались сделать разные инструменты. И октавные, на октаву выше звучали. И NG, и F, и всякие были разные-разные. В итоге, самый вот удачный инструмент это получился квинтогет. То есть, этот транспонирует на квинту вверх. То есть, инструмент NG. То есть, в чем его удача? В том, что он очень стройный, хороший по интонации, ноты ровные. И ребенок не мучается с поиском вот каждой ноты. То есть, если мы на нем ноту нашли, то как бы она верна. И нам помогает в этом тюнер, рояль и так далее, и так далее. Значит, что очень важно при его использовании, именно для ребенка, так как на фаготе, но и, наверное, на других инструментах, на свете тоже. Позиционное расположение аппликатуры пальцев, это совершенно не значит, что, как на реале, будет звучать та нота, которую мы нажали. То есть, в зависимости от положения абушюра, нота имеет очень большую амплитуду простонаций. То есть, она, может быть, там варьируется на четверть тонна вверх, на четверть тонна вниз. То есть, понятно, что при обучении у нас должен быть хороший слух. Но вот именно начальная стадия обучения на нем, на фаготина, нам позволяет ребенка научить сразу интонировать. И интонировать, потом эта его интонация, умение интонирования перейдет на большой инструмент, и будет очень собой это хорошо. Это первая, самая такая, наверное, ну не самая главная, но одной из главных вещей. Второе то, что мы можем здесь, чему мы можем ребенком научить, это моторика пальцев. На фаготина очень трудная моторика пальцевая, очень сложные конфигурации аппликатуры каждый нот, очень большое количество клапанов, и это действительно трудно. Вот, потому что, когда приходит, ну, мне по мере, так сказать, своей практики приходится начинать обучение с разными людьми. Вот скажем, от семи лет, Макс, теперь сейчас девять, да? Восемь, девять, да. Ну, вот, от семи лет, и бывает, что и начинают в шестнадцать, и в восемнадцать, то есть по-разному. Значит, та моторика и то движение пальцев, которое на фаготие, еще раз повторяюсь, трудное, мы с маленьким ребенком, это очень хорошо можно на примере за фаготина, начинать понимать и начинать делать. Еще очень большой плюс того, что мы можем начать на нем очень рано, то есть практически в семь лет, ну, в зависимости, конечно, от физического развития, ну, где-то примерно в семь лет, в семь-восемь, мы уже можем взять в руки этот инструмент. Значит, что еще очень важно, значит, на этом инструменте трость, наша язычковая трость, двухязычковая, она полноценная, то есть она не как половинка, как инструмент, а она точно такая же, как на большом фаготе. Например, на кларнете, бывает, дети начинают на местных кларнетах, на маленьких, так там трость в два раза хуже, чем на обычном инструменте. И потом, я разговаривал с педагогами, есть некоторые проблемы при переходе ребенка с маленького кларнета на большой, постановка амбушюра от этого страдает. У нас вот здесь этого нет, то есть ребенок, мы ставим аппарат, и уже, так сказать, в течение года аппарат фиксируется, и в зависимости от того, как растет ребенок, крепнут его мышцы, наши губы обретают и гибкость, и в то же время выдержку. На практике у меня было пока двое ребят, которые очень успешно прошли весь этот цикл. Я сейчас еще буду рассказывать о другом инструменте, но могу вам сказать точно, что их возможности выдержки и положения губ, и вообще их поведение всего губного аппарата, оно совершенно ни с чем не сравнимо, потому что, начиная с 7 лет, мы даем постепенные нагрузки, и, соответственно, это все очень укрепляется очень хорошо, и самое главное, что постепенно. Значит, опять же, немецкий мастер Берт Мусман придумал специальный инструмент для детей, так называемый, для маленькой руки. То есть, в чем смысл? Значит, инструмент максимально облегчен. За счет чего? За счет того, что здесь нет некоторых клапанов, но которые, собственно, не нужны, пока на начальной стадии обучения, то есть металла меньше, чуть-чуть уже мензура его, значит, соответственно, за счет этого дерева в инструменте меньше, и он просто меньше весит. Это как большой ключ. В общем, за последнее время, что очень хорошо и приятно, интерес к обучению дыховых инструментов, он вырос. И родители, дети с большим удовольствием будут на дыховой инструмент, с большим, то есть, имучиться. Это может быть разный уровень, это может быть уровень профессионального обучения, как у нас, это может быть уровень более таких спокойных школ или детских музыкальных, районных музыкальных. Это может быть и занятие для себя, но тем не менее, как бы мы имеем возможность наших деток с самого маленького возраста готовить к нашему инструменту. Я думаю, что фагот у нас инструмент очень редкий, фаготистов мало, вот, и хороших еще меньше, поэтому, как бы, вот таким образом мы работаем в нашем процессе. Система называется «Сфера звуковая технология освоения всех духовых инструментов». Сфера звуковая. Я решил, что я создам такую систему, чтобы никогда никто не имел никаких проблем ни с дыханием, ни с атакой, ни со звукоизлечением, ни с регистром, ни с динамикой, ни с чеком. То есть я решил, как бы, начать изучение самих механизмов. Я сказал, давайте я вам сейчас просто перечитлю те моменты, в которых мы добиваемся благодаря эти методики. Значит, в качестве эмпиграфа моего сообщения я взял такое высказывание, одно, цитата индийского философа Нашанда Прэба, который читал философию индийскую, наверное, знает, «Первый опыт всегда странен и может показаться безумием». Вот то, что я замахнулся на все инструменты – это безумие. Ну, тем и менее. Значит, говоря о возможности сверхуковых технологий инструментов, невозможно воспринимать, вообще невозможно ее воспринимать с принятых позиций. Я хочу сказать, что существует традиция, вроде сложившаяся, но она не научная необоснованная. Никто не скажет, почему надо сделать так, а почему так. Никто не знает. Усовские были методички. Там все переговоры – это смутная группа. Понимаете? Я просто хочу сказать, что существует традиция, существует еще одна параллельная жизнь, освоение выходных инструментов – это наши технологии. И вот здесь есть мой ученик, который показывает вам потом, как издыхание работать, как со звуком работать, какие первоначальные упражнения нужно делать. Вот, значит, для начального периода освоения любого инструмента мы используем 2-3. Это обидно. Потому что нам приходит тоже в 6 лет, что ему там целую нет. Потом 2-3. Два года отдыхают, а потом можно переходить. Вот. Дальше мы с историей получается, что все примемы мы используем на вареологических принципах. Что такое вареология? Это наука здоровья. В принципе, никто не знает, как сохранить здоровье, когда трекаешься на духовку инструмента. Все говорят – полезно. А как полезно, если трекаешься неправильно, звук отвлекаешься неправильно. Насколько это может быть полезно? Поэтому это все очень палеонантично, очень сложно. Вот. Значит, почему называется сферозвуковая технология? Дело в том, что это научный термин, и в основной ее лежит научная теория и сфера динамики. Что такое динамика? Это движение, да? И мы знаем, что, в принципе, звук, он тоже имеет движение. Он имеет сферу распространения, сферу, да? А впервые я в сфере заговорил Пифагор. Он говорит, существует сфера, гармония сфер, вот как он говорит, гармония сфер. Вот. И он создал некую такую натуральную звукорядку, и вот на основе этого звукорядка родилась сферодинамика. Но я об этом не буду говорить только если будет какой-нибудь финансовый семинар, потому что еще я буду об этом по-другому говорить. Вот. Значит, теперь, что достигается в результате вот этих поэтапов? Значит, в сфере звуковой технологии есть три периода. Первый перевод – дуе, 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 звуковой. То есть это чистый батьик. Спонтанный батьик, просто игранный бать. И потом батьным на сферу, то есть это по-дроя. Я хочу сказать, что гораздо удобнее формировать голосовое интонирование. Потому что многие спорят, что он не знает, как петь. Он не слышит звука. Услышав этот звук, он не может перевести его в голос. Знаете, да? Интонировать – это несложно. Простой звук. Мы берем до инстонирования, до духового периода. Дальше мы делаем специальные… Миша расскажет о том, почему делать. Для всех одинаковые упражнения. Для всех одинаковые упражнения по формированию аппарата. По движению мышц, которые лицевые. Мы знаем, что губные мышцы – это часть лицевых мышц. Правильно? Если неправильно формировать аппарат, то там много возникает проблем. Позиция на всех духовых инструментах, она идентичная. Что на флейте, что на горбое, что на трубе. И мы, в том числе, взяли вот эту базинговую сарфейджику в свою вооружину. То есть ребенок, который совершает первые попытки освоения инструмента, он их совершает уже с готовым аппаратом. У него уже достаточная упругость мышц. Они у него скоординированы со слухом. И мы продемонстрируем эти упражнения. Начинаем мы с такого инструментального фальцета. В моштуте. Извлечение звука из тишины. Продуваем сквозь воздух. И находим нижнюю границу звукоизвлечения. И стараемся за нее зацепиться. Вернее, чтобы ребенок зацепился за эти ощущения. И уже выровнял дыхание. И остался на этой границе. Вот Денина сейчас продемонстрирует. Следующий этап, это мы уже переходим к динамическим упражнениям. То есть мы же не всегда будем их играть в инструменте. Оно должно уже наш аппарат готовить другим социальногрузом. Следующее упражнение называется «Утро-день, вечер-ночь». Но оно специально для детей разработано в первую очередь. Поэтому такое образно называется. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok